Реалити проект Пышка худеем с доктором. Телепроект направлен на то, чтобы наглядно показать всем телезрителям, что иметь красивую и устроенную фигуру не так сложно, как кажется. Главное выполнять простые правила, которые покажут специалисты проекта. Диетологи, стилисты, фитнес-инструкторы, преподаватели танцев и дефиле. Сегодня вы уже увидели. Ау, какой салат! Ну это куриный филе, пожалуйста. Грета, я тебе говорил, сейчас поднимется настроение, да? Наша любимица Индира на этой неделе, к сожалению, сломала ногу, но тем не менее она с нами. Первая моя мысль была, когда я сломала ногу, что ко мне было очень обидно, но почему вот именно сейчас? Ну как так, за что? Катюш, у тебя, по-моему, сегодня какая-то волшебная кофточка. Ты не могла бы поподробнее рассказать? Ну все волшебство в том, что она достанута из сундука. В кольки летней давности она была. Аль, ну помоги, пожалуйста, мне замерить ручки мои. Ухудевшие твои ручки? Ухудевшие мои ручки. Где-то вот с конца, чтобы больше сантиметров. Нет, девчонки, на самом деле вы абсолютно не кривые. Мы все люди, и я точно так же до того, как работала моделью, будучи подростком, который ходил в джинсах и кедах, ходил скукоженые на согнутых ногах. У меня нету сил вообще даже ничего делать. У меня позвоночник до пополам сломался. Мама, забери меня обратно. Назначено я говорю о том, что я победитель. И делаю намек. Ну что ж, мои дорогие участницы, финал уже близок, лица погрустнели. И смотрю я, количество-то людей поубавилось. Что случилось? Почему так расслабились? Или это такой вот праздный май у нас? Где остальные участницы проекта? Я знаю, что очень многие девочки ушли из-за плохих результатов. То есть они услышали эту цифру, что на Fashion Beauty Day пойдут 10 человек, 10 человек будут в финале. И так как у них были, ну скажем так, плохие результаты, они просто решили дезертировать, грубо говоря. Мне кажется, Индира тоже визуально не очень изменилась. Но тем не менее, вот сегодня в гипсе принимает участие в проекте. Индира получает удовольствие вообще от всего? Это что? Собственная слабость, страх? Что это такое? Ну, видимо, так. Я даже не знаю, как объяснить их поступок. Но вот в прошлый раз, на прошлой съемке приходили девочки, сказали, я ухожу, потому что я знаю, что я не попаду. Все. Плохо, когда люди так теряют уверенность в себе, даже не пытаясь дойти до финала и попробовать буквально последние деньки. Клара вот сегодня очень экзотично выглядит. Победа кончита на Евровидении сделала свое дело. Да, она меня вдохновила. И как образ сегодня участницам? Я слышала, что они так немножко в шоке. Вяло. Нет, они очень вяло меня встретили. Я, конечно, ожидала большего шока. Вообще сегодня я утром, когда встала, я надела вот этот вот костюм много лет назад. Я... Это был мой свадебный наряд с моим супругом. И я была так счастлива, почувствовала вот этот вот драйв, и мне хотелось его усилить. И решила бородой. Да, потому что, вы знаете, вы не поверите, на самом деле... Да, ты женщина в кадре, не только на Евровидении, но и на телеканале МТВ. Да, да, да. У меня вот здесь вот вскочил маленький прыщик, но он очень заметный. И я хотела его просто скрыть. И думаю, чем... Ну, тебе удалось. Да, и вот как-то так вот получилось, что образ Кончиты пришел. И я думаю, это то, что мне нужно. И мне просто повезло, потому что я нашла визажиста, который вот совершенно потрясающе это воплотил в жизнь. Очень приятно. Я сегодня иду в кино в этом образе. Уфа, жди сегодня меня. Я думаю, что я... Я думаю, что завтра проснешься звездой. Да, однозначно, однозначно. Девочки, ну, поскольку проект все-таки у нас близится к концу, мне хочется услышать какие-то ваши вопросы, ваши результаты. Все, что у вас получилось и чего вы еще не достигли. Я вообще хотела сказать, Женя, тебе и всей твоей команде, Наире, Наташе, ребятам-операторам, монтажерам, вообще вот всей твоей потрясающей команде, большое спасибо. Потому что нас вот виват, респект, я не знаю, все самые восхитительные слова. Вы сотворили чудо, вы подарили мне молодость. Я реально себя чувствую 25-летней девочкой. Мне хочется вот, ну, не знаю, делать какие-то дерзкие, безумные поступки. Да, да, но это и по жизни так. И я знаю, вот все мои друзья, которые меня встречают, они говорят, что ура, Клара вернулась. Спасибо вам. Браво. Лара? Мой результат минус 25 килограмм. Вы знаете, я почему спрашиваю, некоторые телезрители говорят, что мы очень тщательно, внимательно следим за телепроектом «Пышка», но есть такое ощущение, что вроде как они ничего особого не скинули. Я пришла с весом 115 килограмм, сейчас я вешу 90. Вот результатом очень довольна, очень жаль, что проект длится всего 4 месяца, я бы с вами жить осталась. Давайте приходите к нам на телеканал. Это огромная благодарность, конечно, за такой бешеный стимул, сама бы я этого не сделала. Я тоже потеряла в весе 10 килограммов за 2 месяца. Вот. И еще сложность в чем? Я так рада, что появился психолог, потому что, да, добиться результата, а потом его закрепить и сделать привычкой, это важно. И вот благодаря Наташе я думаю, что... То есть психолог вам, в принципе, помог, да? Очень помог, очень. Он повысил самооценку однозначно, разобрался во всех наших козявках и козевулечках, поэтому большое спасибо. Так, у меня получается за 2,5 месяца минус 14 килограмм на сегодняшний день. Ну, в моем случае сложность в том, чтобы когда закончится проект, и когда за нами не будут уже наблюдать камеры, и диетолог не будет нас вешать каждую неделю. Вешать, 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 не волнуйся, и держись. Вешать, вешать, да. Чтобы удержать этот вес и чтобы быть настолько самодисциплинированным, чтобы не сбиться с этого пути. Вот это вот такая серьезная задача. Ну, я потеряла, может быть, не так много, как некоторые, но мне этого достаточно. Я ощущаю легкость, я чувствую действительно, вот как сказала Клара, и помолодела. Кроме того, что это диета, плюс общение, плюс наши общие совместные встречи, тренировки. Что такое дружеский коллектив, да? Да, дружный коллектив. Или не совсем еще пока. Дружный, дружный. Все здорово, и наши танцы, и наше общение. Кроме того, что мы общаемся здесь, мы еще общаемся и действительно и по телефону. Не только с Наирой и с Наташей. Мы между собой общаемся, поддерживаем друг друга как можем. И это радует и немножко пугает будущее, действительно. Потому что страшно остаться вот без вас, без всех. Без своих блестящих глаз, Женя. Без нас не останетесь, мы своих не бросаем. Не переживай, Люба. Спасибо. Я тоже потеряла, может быть, не так много, но в килограммах. Но я больше приобрела, конечно, в общении. То есть вот это все. Цифры? Я 10 килограмм за два месяца. Я хочу сказать, что тут сложность во мне. Ну, я была несколько самоуверена. Я думала, ага, ну, все понятно, диета, все это понятно, занятия. И все пойдет так, как, ну, быстро. И, может быть, я с этой самоуверенностью, меня она подвела. Потому что я где-то нарушала, где-то пропускала. И получилось, что это было мне во вред. Я это все понимаю. Но, к сожалению, пока еще полностью из этого выбраться не могу. То есть я очень стараюсь. Поэтому я сегодня здесь, несмотря на то, что мне пришлось какое-то время пропустить. Я уже думала, ну и ладно, ну и пусть. Я пропущу, и больше я не пойду. А оказывается, нет. Мне это необходимо, чтобы в дальнейшем, то есть, себя побороть. То есть, вот. Всем спасибо. Я желаю тебе обязательно справиться с собой, поскольку не ты первая, не ты последняя. Я думаю, что некий пример многих известных людей, так и наших участниц, ну, тебе должен в этом помочь. Я думаю, что у каждого из вас есть какие-то струны, которые могут на вас воздействовать, понимаете? Что-то дорогое в вашей жизни, чем надо не жертвовать, а сказать, вот ради этого я буду это делать, понимаете? Найти вот это вот самое дорогое и вот на него опираться. Ну, мне кажется, это прежде всего сама я, то есть, в смысле, что это я делаю только для себя, и это нужно только мне. Ну, значит, перед собой поставить какой-то свой идеал, там, в фигуре, во внешности, в талии, в ногах, да, ну, понимаешь, что вот повесить, как раньше советовали на холодильник. Не только с фигурой, с диетой, а, наверное, с мозгами тут придется тоже конкретно поработать. Ну, я думаю, все получится. Самое главное, что я опять здесь, и я с вами, и я вас всех люблю. Могу быть немного собой довольна, я достигла того минимума, который я хотела все-таки скинуть, это, первоначально говоря, на мои 15 килограмм. Ален, ну, мы все помним, мы все, кто был на кастинге, помним цель твоего похудания. Это свадьба летом, свадьба состоится или вот как-то ты тут за кадром рассказывала, что мужчина теперь обращает внимание, из-за окошек автомобилей машут? Нет, свадьба, конечно, будет, да, но... Ну, с кем непонятно. Нет, зачем? Просто как бы официально вот оно... Говорил, если не похудеешь, не женюсь, сейчас чего откладываем? Какие у него опять отговорки? Нет, а зачем? Отговорок нет, то есть... Все по плану. Да, идет все по плану, то есть... Каким деньги? Строится квартира, так скажем. Ну, понятно. Цель, конечно, была у меня скинуть 25 килограмм, на сегодняшний день я 23 скинула, то есть 2 килограмма я еще... Ну, мои аплодисменты. Ну, мне кажется, можно еще немножечко, потому что 25, видимо, не предел. Вот я говорю, некоторые говорят, что ах, что-то они не совсем-то все похудели. Нет, нет. Самое классное сейчас то, что нас дочерью называют сестрами, и это самое классное. До моей цели мне осталось 3 килограмма. У тебя есть еще неделя. Да, ну, я знаю, что я их скину, может, даже и больше. Я борюсь с собой как могу, сил уже нет, если честно. Но, то есть, я не хочу достигнуть этой цели, остановиться, я хочу дальше еще. Настя, муж одно время был недоволен и сказал, хватит худеть, все достаточно, строится. Я вижу, что ему нравится, но когда его спрашивают окружающие или родственники, тебе нравится, как Настя похудела, он так вниз глаза отпускает, и говорит, кошмар. Ну, то есть, я понимаю, что это ему нравится. Я не знаю, он говорит, что я очень сильно худая, но, то есть, я не могу остановиться. Ну, вы знаете, некоторые мужчины говорят своим женам, да ты и так красивая, и чем она толще, страшнее, тем у него такая, знаешь, самооценка повышается, внутри все спокойно, никуда она не сходит, никто на нее не посмотрит. Оказалось теперь, что ему никогда не нравились худые, вот, то есть, когда я была, только родила, я, ну, была 83 килограмма, и больше я была, 88, он мне говорил, а ты всегда такой будешь, или ты, ну, начнешь худеть? И когда, то есть, я начала худеть, я пришла уже к своей цели, можно сказать, да, вот, а он говорит, а уже теперь держаться не за чего, ну, то есть, надо что-то ему трогать, а уже нету этого, то, что раньше трогал. Мне кажется, есть еще что-то трогать, поэтому, не передергивайте, пожалуйста, Алексей. Вы смотрите реалити-проект «Пышка худеем с доктором» на телеканале М-Телевизион. Следите за победами и поражениями наших участниц каждую среду, субботу и воскресенье в 12.00. Я напоминаю, что судьба финалистов в ваших руках, дорогие телезрители, так что не останьтесь равнодушными и активно голосуйте на сайте 3wm-television.ru. А я напоминаю, что финалистки проекта получат наши главные призы от партнеров. Это годовая карта от фитнес-клуба «Алекс Фитнес», годовая карта от wellness-клуба «Смарт Вумен» и кулон, золотой кулон с бриллиантами от Центра диетологии и коррекции веса «Наиры Рябчиковой». Партнеры проекта – Центр диетологии и коррекции веса доктора «Наиры Рябчиковой», фитнес-клуб «Алекс Фитнес», ресторан 007, клиника-диагностическая лаборатория «Лора», салон одежды «Претензион», wellness-клуб «Смарт Вумен», ресторан доставки «Васаби», морская аптека, клиника китайской медицины «Джао Дайфу», студия танцев «Рай Дэнс». Продолжение программы смотрите после короткой рекламы. Я против Камилы, потому что она умудряется скандалить на пустом месте. Что за скандал у вас был в последний раз?